Смотрите в выпуске. Средний размер взяток в Башкирии 120 тысяч рублей. Башкирия получила 7 миллиардов на ремонт школ, детсадов и колледжей. Как актерское мастерство помогает в жизни, рассказали в студии Хохочу. 15 лет без побед в Уфе. Как Салават Юлаев переиграл Ладу. Как уфимцы относятся к победе Трампа. Опрос Мирка Здравича. Средний размер взятки в Башкирии составляют около 120 тысяч рублей. Как заявил министр внутренних дел республики Александр Предков в интервью Башинформ за 10 месяцев зафиксировано около 900 крупных преступлений. Из них 179 взятки в крупном и особо крупном размере. По оконченным уголовным делам наложен арест на имущество. Добровольно погашено изъятое имущество и денег на сумму более 143 миллионов рублей, отмечает чиновник. 88 школ, 16 детсадов и 7 колледжей планируют отремонтировать власти Башкирии в 2025-2027 годах. На эти цели республики выделят из федерального бюджета свыше 7 миллиардов рублей. Как отметил Ради Хабиров, своими силами республика не справилась бы с такой масштабной работой. Глава Башкирии сообщил также, что республика получит федеральное финансирование на строительство новых школ и детсадов. Так, 2,4 миллиарда рублей выделят на создание математического лица интерната на 360 мест в Уфе. Отметим также, что за три предыдущих года в республике отремонтировали 146 зданий школ. В Башкирии предложили выделять деньги студентам, ставшим родителями. С такой инициативой выступил депутат Госсобрания Курултая Республики, ректор Башкирского государственного педагогического университета имени Акмулы Салават Сагитов. Он попросил Минфин и Минтруд разработать нормативные акты, позволяющие направить средства регионального бюджета на материальную поддержку студентов, ставших родителями. По его словам, меры поддержки, которые сегодня предлагает ВУЗ, не очень-то эффективны. При рождении ребенка даже 25 тысяч будет мало. Меры поддержки мам-студенток позволят снизить возраст родителей первого ребенка до 20-23 лет и улучшить демографию, уверен Салават Сагитов. Кроме того, эти меры могут привлечь больше студентов в башкирские вузы, отмечает депутат. В гости к Салавату Юлаеву наведалась Лада. Клуб из Тольятти в Уфе завершал трехматчевую гостевую серию, проиграв в ней лишь однажды. Юлаевцы, напротив, вернулись домой после трех игр на выезде. Возможно, этим и можно оправдать осторожное начало. С трибуны сложилось впечатление, что команды не стремятся рисковать, но все же игроки обоих клубов не давали вратарям замерзнуть. Несмотря на все старания нападающих и их визави, защитников и вратарей, открыть счет команды в первом периоде не смогли. В сумме игроки нанесли 21 бросок, но по игре об этом так сразу нельзя было сказать. Про это наши коллеги спросили на послематчевой конференции у главного тренера гостей Олега Барташа. К середине второго периода нулевая ничья все-таки покинула табло под сводами Уфа-арены. Арчем Пимен, сделал голевой пас, а шайбу ворота гостей отправил 20-летний Ярослав Цулыгин. «Больше целился мимо соперников и в створ ворот получилось». «А челкать разрешает?» «Конечно, челкать вообще самое любимое мое дело. Так что только лала запрещает, я в него часто попадаю, а так челкать разрешаю». Правда, радость от забитой шайбы гуляла по трибунам Уфа-арены недолго. Уже через полторы минуты счет стал 1-1 стараниями Дениса Баранцева. Зато в начале третьего периода важнейший гол Дениса Яна вывел Юлаевцев вперед. «Так, Шаров покатил в зону атаки. Хороший пас. Прошел бросок и гол. Денис Ян. И 2-1. Целоват Юлаев все-таки выходит вперед». Для Яна эта шайба стала третьей в сезоне, и именно она словно вывела из зацепенения игроков «Лады». Нанеся 8 бросков по воротам Уфимцев, гости так и не смогли сравнять счет. Наоборот, сняли вратаря в надежде отыграться, но их ставка не сыграла. Точку в игре поставил Данила Лалыкин. 3-1. «У нас идет марафон, и мы стараемся лаврировать и подводить команду, чтобы сбалансировано было, чтобы они отдыхали в то же самое время, чтобы они работали. Исходя из этого, то, что да, ребятам нелегко, но опять же, это их работа, это сезон, они должны выходить и выдавать 100%. Еще до игры КХЛ опубликовала перед игрой подборку фактов касательно встреч двух команд. Один из них «Лада» не выигрывала в Уфе с 2009 года. 15-летний перерыв не должен вводить вас в заблуждение. Гости из Тольятти с многолетними перерывами выступали в КХЛ. «Не знаем мы этих исторических фактов. У нас, куда ни приедешь, везде говорят, что уже чуть ли не с прошлого тысячелетия не выигрывали. Нам это как-то не холодно, не горячо, поэтому, сами понимаете, у нас новые команды, и мы не знаем этих фактов, они нас не особо касаются». Выступавший ранее за уфимцев Дмитрий Кугрышев, ныне нападающий «Ладой», подводя итоги игры, был немногословен. «Мы реализовали свои моменты, да, с такой мастеровитой командой, как с вами, как мы говорили. «Не знаю, всегда хочется больше, и могли больше, и лучше, но что есть, то есть, будем работать дальше». Следующие игры Юлаевцы также проведут дома. 15 ноября против Бориса, а 18-го сыграют с Магнитогорским Металлургом. Андрей Шарыгин, телеканал ЮТВ. Я начинаю первое занятие, и я говорю, что вот музыканты, да, они его одевают, кто-то скрипкой, кто-то гитарой, кто-то фортепиано. Как вы думаете, какой инструмент с вами будем изучать мы? Не сразу, конечно, но, ребята, из Уфимска, студия творческого развития «Хахачу» приходит к выводу, что этим инструментом являются они сами. Что нам дала природа, что мы можем, да, мы же свои возможности, на самом деле, даже предположить не можем, сколько всего в нас заложено, и сколько всего нам предстоит открыть в течение жизни, даже не в этом юном возрасте, а вообще потом. И умение всегда оставаться любопытным ребенком – это самый важный навык, который дает студия творческого развития «Хахачу». И немалый важный момент – здесь занятия проходят на равных, отмечает преподаватель актерского мастерства Полина Шабаева. Я же ведь тоже очень многому у ребят учусь. Вот оставаться такой, какая я есть сейчас, да, вот такая живая, ну, как бы, остро реагирующая, тут же цепкая на, ну, вот это внимание, причем разновидностей внимания очень много, да, тактильное внимание, мы много тренингов делаем, внимание зрительное, внимание звуковое. Это очень действительно помогает потом. Вот вы бегали, 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 ты ко мне подбегаешь, и я говорю, у меня за двоих телефон! Я этой фразой пытаюсь остановить. И все в этот момент тоже остановились, понятно? А до этого момента все бегают вдруг, ну, как бы, вот мая. Занятия помогают развитию памяти тоже, да, потому что мы работаем с текстами. Я помогаю, даю пути того, как этот текст можно быстрее запомнить. То есть это, техник таких очень много. Студия творческого развития «Хохочу» – это история про свободу, творчество, открытость и уверенность. Здесь всегда проходят различные отчетные показы. Ребята выходят на сцену и пробуют себя в роли настоящего актера. Это умение взаимодействовать со зрительным залом, воздействовать на зрительный зал. Тут мы занимаемся больше партнерством, да, потому что театр – это творчество коллективное. А вот этот навык взаимодействия со зрителем, где можно получить, конечно же, только на сцене, когда в зале появляется зритель. Меня звонил телефон! Молодец! Смотрите, надо уметь разместиться на площадке, кажется, и зритель сам, да? Один раз мы, когда с мамой гуляли, тут был небольшой спектакль, и мне понравилось, я решила пойти туда. Уфимская студия творческого развития «Хохочу», основанная народным арсистом России Константином Хабенским, появилась в 2011 году. Ребята постоянно гастролируют по городам России, а также за рубежом. Мне очень нравится то, что мы делаем не только репетиции, а еще и различные упражнения. Мы ходим второй год, очень нравится, прям так нравится, что даже когда летние каникулы, скучают по этому мастерству. И когда не дождемся никак сентябрь, когда начало вот этих всех занятий. Когда я еще не ходила, я боялась выступать на сцене, так я уже не боюсь, в принципе. Вы знаете, у меня ребенок, он разносторонне развитый. Мы несколько студий, прежде чем сюда попасть, посмотрели, немножко позанимались и там, и тут, но ребенок выбрал это. Очень нравится эта студия. Мне нравятся занятия, потому что они не тусклые, как обычно, просто встаем и делаем, а все педагоги пытаются объяснить как-то интересно. Я хожу сюда месяц, и уже за этот месяц я чувствую хороший результат. Мне здесь хорошо, тут все добрые, все общительные. Мне кажется, в какую сферу деятельности ребенок в будущем не пошел, это будет просто огромным плюсом в любой его карьере. В хохочу занимаются дети и подростки от 6 до 17 лет. Записать ребенка можете и вы. Все подробности в социальных сетях в студии творческого развития. Розелил Дашба, Руслан Габидулин, телеканал ЮТВ. Услуги подключили именно сегодня на данном адресе, вот Татарскую Каргалу подключили первый адрес, именно интернет-телевидение здесь. Татарская Каргала – поселок, который только растет. И у Фанет пришел подключать высокоскоростной и надежный интернет всем жителям села. Первым абонентом стала семья Бойдиковых. И как первому абоненту, подключившемуся в Татарскую Каргале, мы дарим вам небольшой подарок. Спасибо большое. Ты фанет. Семья ждала такой возможности долго. Интернет им просто необходим, хотя бы для учебы ребенка. Сейчас без интернета как-то я никуда. Мы изучаем что-то новое, мы общаемся с родственниками, нужен интернет. Мы смотрим телевизор, мы смотрим фильмы. И самое главное, мы тут можем смотреть башкирские, татарские каналы. Это все предоставляется. Огромная радость, столько впечатлений. Провайдер предоставляет интернет, более 240 телеканалов, более 50 из которых в HD-качестве. Я очень давно хотела, я в компанию звонила, года 3-4 назад узнавала, возможно ли в Татарской Каргале. Я прям вообще благодарна, что вы зашли. Потому что теперь у наших жителей есть право выбора, выбрать то, что им больше нравится, а не то, что просто есть в деревне. Гульфия поделилась радостью. Как только заполнила заявку, сразу появилась информация, как будут звать сотрудника, который прибудет к ней подключать интернет и во сколько. А при необходимости запись можно изменить на удобное время. Процесс подключения. Компания Уфанет обслуживает более 200 населенных пунктов России и предоставляет услуги интернета, телевидения, видеонаблюдения, умного домофона. И многое другое. Узнать подробности или оставить заявку на подключение вы можете на сайте ufanet.ru или по телефону 83532-430303. Здраво! Дональд Трамп победил в президентской гонке и 20 января 2025 года снова займет должность главы Соединенных Штатов Америки. Новостью пестрят издания по всему миру. Но как к этому относятся уфимцы? Давайте узнаем у них прямо сейчас. Погнали! Вы сильно обрадовались победе Трампа на выборах? Я, во-первых, не знала, если честно. А он победил вот недавно. Нет, такого быть не может. Да я клянулась. Пока предвыборная еще идет и не взеба. Нет, нет, я к правду говорю, клянулся. Нет, в новостях не было. Трамп победил же. Да никак не отреагировал. Честно говоря, индифферентно. Никак. Где я, где Трамп? Удивлена. Все, видимо, зависит от команды. Команда хорошая была. От радости прыгал, конечно. Да. Почему? Он хочет, чтобы его страна, Соединенные Штаты Америки, стала самой великой державой. Ну, как Россия, конечно. Ну, на второе место, да? На второе место? Мы им отдадим второе место. Положительно. Честно, я за липс республиканцев был. Я думаю, что будет позитив какой-то. Наобещал многого. Да, наобещал многого. Наобещал хорошего. Ждем. Ну, не особо хорошо, если честно. Почему? Ну, просто мне его политика не особо нравится. Побеждает сильнейший, и я за Дональда очень рада. Вы уже так по-свойски называете его Дональд. Вы бы голосовали, допустим, сами за Дональда Трампа или за Камалу Харрис? What a stupid question that is. What a stupid question. Я проживаю в этой стране и не знаю ни того, ни другого. Если бы я был гражданином Америки, да. Да, представим. Ой-ой-ой-ой. Конечно, Трампа, о чем речь. Все-таки Трампа. Почему? А я стал жертвой его непревзойденной харизмы, вот и все. Больше импонирует, конечно, Трамп. За Трамп. За Трамп. Наверное, за Трампа. Трамп? Да-да. Только Трамп. Трамп, да. Путин. Только наш великий и могучий. Вы бы голосовали за Камалу Харрис, если бы голосовали? Да. Ну, в целом, мне просто нравится ее предвыборная кампания. Почему не Камала Харрис? Потому что политика демократов. Потому что это был вице-премьер Байдена. То есть меня отталкивает полностью политика демократов. Байден очень хороший, конечно. Он такой лайтовый чувак. Но мне кажется, ему пора уже. Мне кажется, от него тоже не будет не очень-то много опять пользы. Но посмотрим. А для нас, вот для нас, как думаете, как изменится у нас ситуация? Выборы в Америке все равно важны для России. Но я очень надеюсь, что будут сниматься санкции. Вроде он здесь недавно ввел свой первый. В Башкирии? Нет. Слабо. То, что вот колу, киткаты обратно. Более легкий доступ заехать в Америку, допустим, на обучение виза какая-то. Ради китката вы все-таки можете ходить. Давно киткать не ел. Что изменится? Да. Ты что? Да. Я с ней согласна, но не такими словами. Ну, вот он за мир, как бы, вот так. Ну, очень хочется надеяться, молодые люди, что дружба победит. И мы будем настоящими друзьями. С Трампом. Понял. Есть возможность, что то, что он обещал до выборов, вообще он не исполнит. Он там много наобещал чего. Посмотрим, насколько будет выполнять. Ну, буду ждать. Даже не знаю. Он должен начать говорить по-русски. Тогда я скажу, это наш слоняр. А вы телеканал, да? Мы, да. Ну, тут есть шутка, что мы просто завидуем, что у них есть у нас. Ну, так шутить тут, конечно, все. Ну, и приехали, блин. Всего лишь шутка. Конечно. Интернет говорит. Не я придумал. Ну, это все. С вами был я, Мир Коздравич. До скорых встреч. Мир Коздравич. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова